Россия огромная страна и потребности развития транспортной инфраструктуры и подвижного состава здесь зачастую определяются временем в пути. Перевозки на дальние расстояния с возможностью проводить несколько суток в дороге и проводить их с комфортом, при этом не переплачивая за билет. Возможно ли это? Расскажем в сегодняшней программе. Территория развития тысячи километров железных дорог, протянувшихся через всю страну от Калининграда до Владивостока и миллионы пассажиров, интересы которых перевозчик обязан учитывать. Мы осуществляем как ночные, так и дневные перевозки, поэтому здесь есть небольшая разница по требованиям, когда пассажир может в сидячем исполнении вагона проехать определенный промежуток времени. Времени или расстояние в 500 километров. И, конечно, есть ночные переезды, когда мы должны создавать для пассажира определенные условия. Это индивидуальное пространство, которому сегодня пассажир уделяет особое внимание. В феврале 2019 года ФПК заключил контракт с Тверским вагоностроительным заводом, который входит в ТМХ, на поставку 3730 новых пассажирских вагонов различного типа. Все они должны соответствовать современным требованиям комфорта, надежности и безопасности. Основной тренд, который задается в обновлении, это тренд определяется Тверским вагоностроительным заводом. И здесь мы видим положительную тенденцию на протяжении 5-7 лет, которые выпускают обновленные вагоны. Парк большой, он действительно отчасти морально устарел. Более 15 тысяч вагонов сегодня на сети курсирует со средним возрастом больше 15 лет, что говорит о том, что работы и для Тверского завода, и для инвестиционной программы российских железных дорог задач хватает. Вот этот состав собран на ТВЗ и выведен на линию в 2020 году. Он состоит из так называемых двухвагонных сцепов. Внутри есть не только кондиционеры, вендинговые аппараты и кофемашины, но и душевые кабины в каждом вагоне. Это позволяет все-таки людям чувствовать себя более комфортно, потому что в течение длительной поездки, особенно когда она идет несколько дней, не иметь возможности принять душ, это один из основных недостатков железной дороги как вида транспорта на больших расстояниях. Для того, чтобы взглянуть на комфорт пассажира с новой стороны, создатели подвижного состава разработали первый в мире некупейный вагон в габарите Т. И он принципиально отличается от всего, что было раньше. Это первое появление габарита Т в конструкции поезда дальнего следования. Раньше в таком габарите выпускали только вагоны пригородных электричек. Этот вагон шире стандартного на 28 сантиметров. Таким образом, проектировщики решают так называемую проблему висящих ног. Кроме того, вагон стал длиннее еще на 73 сантиметра. И это пространство тоже использовано по максимуму. В вагоне стало на 10% больше места для сна и на 14% для багажа. В целом, внутреннее пространство вагона увеличилось на 11%. И это действительно ощущается. Что удачно, это сам факт того, что мы выходим в габарит Т. То есть пользуемся большей площадью, потому что габаритная рамка вагона становится шире. Это приводит к тому габариту, в котором существуют электропоезда. То есть то, что мы называем электричками. Поэтому, когда больше площади, это, конечно, хорошо. Главные задачи, которые стояли перед дизайнерами и проектировщиками – индивидуализация пространства и улучшение пассажирских сервисов. Чтобы у каждого была своя зона, где все необходимое под рукой. Концепция предполагает создание для каждого пассажира индивидуального пространства, где можно настроить персональные параметры комфорта. Так, у каждого места есть индивидуальный светильник для чтения. Рядом с ним воздуховод. Силу и направление воздуха можно регулировать по собственному желанию. USB-розетка для каждого пассажира. Ну, а если надоели соседи? Вагон модульный. Его наполнение и обстановка могут меняться в зависимости от пожеланий заказчика. Это может быть открытое купе со шкафом, открытое купе без шкафа или открытое купе с багажной полкой наверху. У нас остается самый главный вопрос – это размещение багажа. Мы в этом направлении работаем с Верховским вагоностроительным заводом. Я думаю, что мы найдем определенный консенсус, используя такие идеи, которые реализованы в авиапромышленности, когда есть верхняя полка, открывающаяся, закрывающаяся, и нижнее пространство, где можно этот багаж располагать. Это не просто макет, а настоящий полноценный вагон со всеми работающими системами и коммуникациями. Он был выставлен на площади у Павелецкого вокзала, чтобы будущие пассажиры могли оценить новинку. Согласно опросу, более 90% человек высказались о вагоне положительно. Помимо того, что мы поработали с местом пассажира, с местом размещения багажа, в том числе, основной наш упор был сделан на повышение безопасности. Сегодня весь воздух в вагоне, вся вода, которой могут пользоваться пассажирами, проходит двойную систему обеззараживания. Плюс сегодня мы предусмотрели элементы обеззараживания в туалетных помещениях. После каждого посещения помещение туалетное обрабатывается ультрафиолетными лампами. В дизайне вагона применены спокойные нейтральные цвета и натуральные оттенки, близкие к природным. По замыслу авторов, они должны располагать к отдыху и создавать приятную атмосферу в поездке. А вот это, пожалуй, одно из самых интересных и обсуждаемых решений в новом вагоне. Два смежных места теперь можно объединить, открыв вот эту перегородку. Это позволит двум пассажирам, например, друзьям или супругам общаться, не покидая своих спальных мест. Но желание общения должно быть взаимным, поэтому перегородку предполагается оснастить двусторонним замком. Не менее интересен и экстерьер вагона. В окраске использованы плавные цветовые переходы, динамичные линии, передающие ощущение скорости и интеграция бренда RGD. Через дизайн мы заглядываем не только в вагоны, а мы заглядываем также в необходимости, в мечты наших пользователей. Мы все помним, что такое был вагон или ощущение от путешествия в прошлом. Но мы также должны смело, с нашим дизайном, с нашей радостью смотреть, что такое будет путешествие в будущем. Понимание пассажиров, понимание людей, которые работают в этом поезде, людей, которые встречают в конце концов. Это же все ощущения. Это даже не про дизайн поезда, это скорее про дизайн путешествия и ощущений, которые он предлагает. Вагон капсульного типа представлен в виде макета, который не так давно показывали Михаилу Мишустину. По словам премьеры, именно пассажиры и проводники должны выбирать, какой концепт некупейного вагона будет запущен в производство. Это капсульный вагон, который создает индивидуальное пространство для каждого пассажира, у которого все находится под рукой. У него увеличены длина полки, порядка 190 сантиметров. Это специальное место для хранения личного багажа, для хранения одежды. По нашему представлению, это все-таки ночной экспресс, потому что в данной концепции нет возможности ехать всем вместе с семьей в одном помещении. Это все-таки история, связанная с путешествием на расстояние до 12 часов, когда вы можете комфортно расположиться в маленькой капсуле. Мы сейчас работаем над тем, чтобы совмещать два вот этих тренда на персонализацию пространства, при этом все равно, чтобы была возможность пассажирам пообщаться между собой, особенно если это путешествие компанией или семьей. Капсульный вагон тоже выполнен в более широком габарите Т, но все места здесь располагаются в шахматном порядке вдоль прохода. Здесь могут с комфортом ехать 56 человек. Личные вещи и одежду пассажир может разместить в своей капсуле, а для багажа существует отдельный довольно просторный отсек. Сюда поместятся в том числе и негабаритные предметы, например, лыжи, байдарки, велосипеды или в нашем случае штативы от телекамер. Индивидуализация пространства соответствует мировым трендам, а пандемия коронавируса только усиливает эти тенденции. Современному человеку все чаще хочется закрыться от окружающих, и общественный транспорт теперь способен предоставить такую возможность. Надо понимать, что традиционный лацкартный вагон открытого типа, он тоже многим пассажирам нравится. Примерно 20-25% ездят в таком вагоне не потому, что у них нет денег на купейный, а потому что они так привыкли, они любят общество, или они везут байдарки с собой, которые хорошо помещаются в лацкартном вагоне, но куда положить байдарку в купейный вагон, я не представляю. Но вообще над капсульным вагоном надо работать тоже, потому что для эпидемиологической безопасности, как выясняется, капсульное размещение пассажиров – самое лучшее. Оба концепта созданы для того, чтобы пассажиры смогли увидеть их и проголосовать за самый понравившийся вариант. На основе этих оценок федеральная пассажирская компания и выберет, каким станет вагон будущего. С учетом современных возможностей производителей, с учетом того, что железные дороги охватывают огромную территорию двух материков – Европы, Азии и Евразии, то в итоге у нас будет не один пассажирский вагон, а несколько вагонов разных типов, которые будут производиться в зависимости от двух параметров. Первый – это дальность поездки, а второй – это загруженность этих маршрутов. Еще недавно поездка в плацкартном вагоне была для пассажира испытанием и проверкой на прочность. Сегодня инженеры и дизайнеры работают над тем, чтобы сделать путешествие по железной дороге как минимум приятным и необременительным, а в идеале доставляющим удовольствие и положительные эмоции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова